Приветствую всех любителей британского футбола на обзоре предпоследнего 37-го тура английской премьер-лиги. Лидс одержал третью победу к ряду, взяв вверх в гостях над Соутгемптоном. В середине второго тайма Патрик Бэмфорд открыл счет с передачи Родриго, а на пятой добавленной минуте успех Павлинов закрепил Тайлер Робертс, открыв счет своим голам в премьер-лиге. МЮ допустила сечку в домашней встрече с Фулхэмом. Уже в начале матча счет открыл Эдисон Ковани, но в середине второго тайма Джо Брайан восстановил Ренесси в счете, впервые отличившись в элите английского футбола, что прервало серию дачников из трех поражений, но продлило безвыигрышную до девяти встреч. Другой Манчестер и вовсе безвольно уступил на выезде Брайтону. Уже на второй минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Илька Гюндагана. Однако на десятой минуте Сити остался в меньшинстве после удаления Жао Канцелу. Тем не менее, в дебюте второй половины встречи Фил Фоден закрепил успех гостей. Однако голы Троссарда, Уэбстера и Берна перевернули ход матча и принесли чайкам красивую волевую викторию. В центральной встрече тура Челси довольно уверенно разобрался дома с Лестером. В дебюте второго тайма счет открыл Антонио Рюдигер, а в его середине Жоржини удвоил счет в пенальти, на что Лису сумели ответить лишь голом вышедшего на замену Ихианачи. Эвертон на Гудисон Парк минимально переиграл Волверхэмптон благодаря голу Ришарлисона в дебюте второго тайма и сохраняет шансы на попадание в Еврокубки, догнав на седьмой строчке Тоттенхэм. Шпоры же неожиданно уступили дома Астон Вилле. В начале встречи хозяев вывел вперед Стивер Бергейн, но в середине тайма Серхио Ригелон восстановил, ранее себя в счете, поразил собственные ворота. А незадолго до перерыва Олли Уоткинс вывел гостей вперед, установив окончательный счет встречи. Ньюкасл одержал минимальную победу над Шеффилдом. Единственный гол встречи, добавленный к первому тайму время, забил Джо Уиллок, отличившийся в шестом матче к ряду. Арсенал вырвал победу у Кристал Пелос на Селхерс Парк. На гол Пепе в первом тайме Орлы после перерыва ответили точным ударом Бентеке, отличившимся в четвертом туре подряд. Но уже в добавленное к матчу время, вышедший на замену Габриэль Мертинелли вновь вывел Канониров вперед, а на пятой добавленной минуте Пепе снял все вопросы о победителе встречи. С тем же счетом Вестхэм одержал выездную победу над Вестбромвичем. В дюбите встречи Деклан Райт не сумел реализовать пенальти, угодив в штангу, а в середине стартового тайма счет открыли хозяева благодаря голу Матеуса Пиреери. Однако еще до перерыва Томас Соучик восстановил равновесие в счете, а в концовке встречи защитник Акбона и форвард Антонио принесли молотобойцам победу, что позволило укрепиться на шестой позиции. Ливерпуль разгромил на выезде Берн и поднялся на четвертое место, опередив Лестер по дополнительным показателям. Перед самым перерывом счет открыл Роберто Фермино. В дюбите второго тайма счет удвоил защитник Филлипс, а в концовке встречи Окслет Чемберлен довел счет до крупного. Центральной встречей заключительного тура станет противостояние Лестера, который еще имеет возможность пробиться в Лигу чемпионов, и Тоттенхэма, который надеется как минимум сохранить седьмую позицию. Кто же попадет в Еврокубки на следующий сезон, узнаем в ближайшее воскресенье вечером. До новых встреч!